Венгр Золтан, Надь долгое время жил за границей. Когда же он решил вернуться на родину, то встал вопрос о месте жительства. Конечно он мог бы пожить у родственников или снять квартиру. Однако Золтану хотелось иметь собственный дом. И желательно где-нибудь рядом с природой, где можно было наслаждаться тишиной и пением птиц. Надь нашел то, что хотел на окраине городка Бекеш. Дом был построен в самом конце позапрошлого века. Помещение находилось мягко говоря в плохом состоянии. Друзья отговаривали парня от приобретения сарая. Но Золтан все-таки его купил, отдав за недвижимость в рублевом эквиваленте 33 тысячи. Надь, а также его жена занялись капитальным ремонтом, на который они потратили еще столько же. Интерьер особняка супруги сделали в деревенском стиле. Золтану нравится простота и минимализм, поэтому в его доме каких-то излишеств нет. Стены они покрасили в белый цвет, на пол положили половики в полоску. В жилище муж и жена поставили деревянную мебель коричневого цвета. Получилось очень мило и уютно. Когда к Золтану пришли в гости друзья, те самые, которые отговаривали его от покупки, то они не поверили своим глазам. Ведь от сарая не осталось и следа. Перед ними был милый особнячок. Внутри особняка было все так же уютно и стильно, как и снаружи. В гостиной стоял большой диван с мягкими подушками, около него располагался небольшой кофейный столик из темного дерева. На стенах висели картины с изображением природы и уютных деревенских пейзажей. В кухне была установлена современная техника и стильные кухонные шкафчики. Здесь можно было готовить вкусные блюда и проводить время за обеденным столом, который был окружен удобными стульями. В спальне находилась большая кровать с мягким матрасом и пушистыми подушками. На стенах висели фотографии счастливых моментов семьи, создавая атмосферу тепла и любви. Ванная комната была оборудована современной сантехникой и имела просторную душевую кабину. Здесь можно было расслабиться и насладиться водными процедурами после долгого рабочего дня. Друзья Золтана были поражены переменами, которые произошли в его жилище. Они поняли, что не стоит судить о человеке по его внешнему виду или первому впечатлению. Ведь даже самый скромный и неприметный дом может превратиться в настоящий уголок счастья и комфорта. Золтан и его жена доказали, что с помощью творческого подхода и немного фантазии можно создать уютное жилище, даже из самых непримечательных помещений. Их особняк стал не только местом для проживания, но и отражением их индивидуальности и стиля. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.